МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...вотносили в моем же подъезде в отношении 11-летнего мальчика. Это мальчик, друг моих детей. И если бы дети не обратили внимания на то, что происходит с ребенком, наверное, мы бы до сих пор так и не знали. Сидатация в том, что буквально за неделю ребенок очень сильно похудел, будучи достаточно плотненьким ребенком. Началось с того, что дети обратили внимание, что ребенок сильно похудел, минимум на 10 килограмм. Второе, они обратили внимание, что мальчик перестал быть более подвижным, и перестал играть в футбол, они начали задать вопросы, что случилось. Опять-таки ребенок пытался скрыть. Он говорил, я упал, то я не могу ходить, мне больно. В итоге дети обратили внимание, что действительно с ногами проблемы, и он вынужден был показать. Оказалось, что у него просто невероятные раны, прогнившие колени до кости. Вчера обнаружили вот это, посмотрели другие соседи, также само обратились ко мне. Потому что то, что мои дети рассказали, как бы дети есть дети, они могут где-то преувеличивать. Но подтвердили взрослые, что действительно. Пообщавшись с мальчиком, мы выяснили ситуацию, что ребенка наказал отчим. Наказал каким образом? На 16 часов он поставил на гречку и соль. За то, что ребенок якобы украл деньги и купил себе чипсы. Почему он украл? То есть начали задать вопросы в связи с чем? То есть ребенок просто так не будет красть ноль. Ну может быть действительно там плохое воспитание. Он говорит, он голодный, мы его не кормим. Действительно стали замечать. Ребенок ходит по улице, собирает бутылки, задает. Отчим говорит, что на сегодняшний день пусть этот мальчик сам себя обеспечит. 11 лет ребенку. Что произойдет дальше? Они его, оказывается, это месяц назад произошло. Месяц они не лечили ребенка. То есть в каком состоянии сейчас? Сейчас, буквально только что перед передачей я общалась, сосед мой общался с этим отчимом. Пригрозились, что вызовем полицию, если они сейчас же не обратятся в больницу или скорую помощь, для того, чтобы оказать просто незамедлительную помощь. Потому что довести до такой формы страданий детей, 16 часов ребенка не кормить им, ну это истязание. Это просто издевательство. Это то, что происходит вокруг нас. Поэтому я очень прошу людей, обращайте внимание, говорите своим детям. Потому что если бы, ну мои дети хорошо, они знают о том, что это нельзя. Пока они не спросили тебя, что бьют. Когда ребенок увидел, что реакция, ну бьют, это плохое слово, то есть это, ну да, ну вот меня наказали. То есть он понял, и он начал рассказывать. Обязательно говорите, говорите своими детьми, говорите своими знакомыми, пусть они не боятся рассказывать. И смотрите то, что происходит вокруг нас. Иногда мы не видим то, что страшное есть вокруг нас.